Никса 20 декабря 2022 года. Ну, по поводу политики обсуждают по-прежнему всю угрозу нападения Беларуси. Вроде как Путин поехал прямо сегодня еще в Беларусь по этому же поводу движения, там всякой войск, границей и все такое. Как я уже говорил, план постоянно во всяких ватных сообществах обсуждается. Он заключается в том, чтобы через Беларусь со стороны Бреста ударить по западным регионам Украины, где еще войны так не было, ну такой вот фронтовой, и перерезать там все дороги. То есть они считают, что основная причина сопротивления Украины это не героизм украинского народа, а это поставки, значит, вооружения НАТО. Вот они думают, что они перережут, значит, там выйдут к Львову, перережут все коммуникации, Украина будет окружена и быстро капитулирует. Я думаю, что это все еще больше авантюра, чем поход на Киев, потому что западные регионы, они, во-первых, самые националистические, там сопротивление будет еще больше, чем на Черниговщины. Они по своей структуре тоже там леса, большей частью, то есть там хорошо можно вести партизанскую войну, которую вот как раз угробили множество путинских солдат под Киевом и под Черниговом. Кроме того, использование белорусской армии тоже проблематично, так как они ближе все-таки по культуре к украинцам и по языку, и я думаю, что у них боеспособность будет еще хуже, чем у российской армии, а у российской армии она ужасная. Поэтому думаю, что авантюра, если они на нее пойдут, то вполне возможно переход уже на территорию Беларуси военных действий, если там все побегут, как обычно, весь уже год бегают. Вот, вполне возможно, что украинцы и на территорию Беларуси перейдут, тем более есть уже, кажется, батальон он называется, да, Костойся Калиновского, то есть есть уже подразделения белорусских националистов в составе украинской армии, и вполне они там могут прогласить какую-нибудь Беларусь, альтернативную Лукашенковской, по итогам всех этих забегов. Ну и скорее всего, кстати, этого Лукашенко и боится. Почему он уже год официального войну-то не вступает, почти год? Потому что он боится, что просто его там свои же, короче, против него и восстанут войска. И это вполне реально, я думаю. Учитывая, что в Беларуси были крупные протесты, все мы знаем, что Лукашенко там на самом деле не котируется среди, ну, достаточно многих активных представителей интеллигенции, бизнеса, и на армию это вполне тоже может перейти, я думаю. Ну, вот на 20 декабря вся вот эта ситуация вполне серьезно обсуждается, я говорю, Путин в Минске. То есть, раз вот по всем остальным направлениям не получилось, вот они теперь через Брест на Львов планируют. Ну, по крайней мере, вот как рассказывают в социальных сетях, да, то есть реальные планы, конечно, я не знаю и не могу анализировать, я пересказываю то, что вот та аналитика, которая, так сказать, вот во всяких там телеграммах, фейсбуках и так далее звучит. Слухи, то есть. По поводу чего смотрел, посмотрел американскую детскую сказку рождественскую, ну, вот там всякие колдуны, песни в духе Рождества называется. Ну, в предыдущих дневниках вот за 15 число он реализировал уже битву экстрасенсов, надо сказать, что они в этой битве экстрасенсов именно копируют штампы голливудских фильмов, вот особенно когда после них посмотришь детский фильм, американский. Вот совершенно очевидно, что вот на битве экстрасенсов махают руками и рожи корчат именно как в детских американских фильмах. Понятно, что никакой магии это отношение не может иметь, это имеет отношение к погорелому театру, американскому причем. Штампы там чисто западные. Сериал «Прикольный детективный синдром», значит, действие там в дурдоме происходит и там психиатр такую терапию применяет, что психи разгадывают разные детективные истории. Ну, естественно, психи их разгадывают самым бредовым способом, да, то есть сидят откровенные поехавшие и поехавшие всякие гипотезы двигают по поводу детективов. Так-то, в общем, интересно, когда особенно врубился в сюжет. В общем, довольно интересный детектив, хотя общий уровень сериалов у нас низкий. И штук так еще 5-7 сериалов я просмотрел, даже не комментируя, комментировать нечего мурополно. Часто я их недосматриваю, там с первой серии видно, что дальше ничего хорошего не будет. Прикольный фильм «Казахи против пришельцев». Ну, местами грубовато так, но в целом неплохо. Короче, пришелец попадает к казахам и они там с ним разбираются. Вот это вот такая полиция прикольная, которая тоже ищет инопланетянина, но простые казахи, они скрывают инопланетянина от полиции, и он убеждается, что на Земле люди хорошие и останавливает вторжение инопланетян. Там такая история. Ну, все сопровождается казахским юмором. На смеси казахского и русского языка, видимо, они на нем так вот так это разговаривают. То есть там то на казахском, то на русском весь фильм идет. Ну, так в общих чертах-то понятно. Казахский язык походит на тадарский. Посмотрел, да, то есть поиграл в игру «Молодое небо». Она на самом деле на русском, просто назвали ее на английском. Но немножко муровато. Значит, эта визуалка с путешествием разной альтернативной биры. Начинается у нас, по-моему, в 90-е, то есть там простой охранник, 90-е годы, полный развал. Ну, в Петербурге. Это все русская грата. Ну, и вот он путешествует по различным вариантам истории, в том числе и в будущее, в период мировой войны между Россией и Америкой и так далее. Мне там будущее, конечно, больше понравилось. Вот примерно такие там комнаты. Он путешествует в неком экспрессе с певицей по России. И налоговая, вот там тоже есть налоговый счет. Ну, хотелось бы дожить до будущего-то. Если нас всех не уничтожат в огне ядерной войны, хотелось бы лет так, ну, 30 я вполне могу протянуть, посмотреть, как там будет техника-то выглядеть. Видимо, совсем же другая. Если 30 лет назад вспомнить, фактически интернетов не было. Черт знает что было. Ну, вот эти, в основном, у меня такие мысли эта игра вызвала, что надеюсь, что будущее будет прекрасно. Хотя и там будут свои проблемы. На Западном фронте без перемен. Экранизация 22-го года. Антивоенный роман, известно, Ремарка. Хорошо экранизирован. Вот весь этот там ужас этих всех окопных войн. Причем мы как раз переживаем именно окопную. Именно такую, как Первая мировая, то есть мясорубку. Так что весьма, весьма современная ремарка. Ну, вот из нудных сериалов про любовь, может быть, надвое можно отметить, с Козловским. С Козловским и с некоторыми претензиями на интеллектуализм, но все равно. Идиотский сюжет убивает там всяческое желание это смотреть. Я не досмотрел. Даже и с Козловским, даже и с этими всеми интеллигентскими намеками. Но там весь смысл свойства в том, что два московских менеджера снимают двух телок в Питере и ебут их все кино. Секса довольно много, он тоже не спасает. Секс тоже дебильный. Юмор дебильный, все дебилы. Сюжет идет сравнительно медленно и дебильно. Насколько я понимаю, это Тодоровский, который постоянно снимает херню, видимо претендуя на Тарковского, который тоже снимал херню. Ну, в общем и целом мне не понравилось. Единственное, я говорю, что из-за Козловского и каких-то претензий на какие-то эти самые интеллектуальные закусы я немножко попробовал смотреть, но там больше трех-четырех серий невозможно эту ебут смотреть. А там что-то серий 10, что ли. Короче, не стало это. Примерно из той же серии Late Night School сериал. Значит, здоровенные лбы, тетки явно по тридцатнику играют 16-17-летних школьниц. Все базары про секс и какие-то там молодежные проблемы. Ну, тоже никак вот не котируются. Вот там явно мужики лет по 30, да, по 35 ажно. И из себя изображают 15-летних, ахереть. По задумке может и ничего. Ну, там школьники, естественно, все в социальных сетях, там в тиктоках всяких. Современные школьники, да. Ну, взяли бы хоть каких-нибудь, хоть, ну, 19 лет актеров. Вот эти все тетки перезрелые. Ну, на какой из них ей 15 лет? На нее на лбу написано, что четыре раза рожала или обор делала, блядь. Пансион вот, кстати, понравилось. Вот здесь готический такой стимпанк. 19 век. Шесть девушек на острове. Такой этот самый жестокий женский коллектив. Практически монастырь. Ну, понятно, что вся полностью загрузка православная. Постоянно христианские тексты там все читают. Бьют там всех по морде, сходят с ума, как полагается, значит, монахиням. Вот туда попадает сибирячка, кстати, про сибиряков там есть. Там сибирячка попадает, и она ищет причины гибели своей сестры, которая погибла в этом пансионе. Ну, и борется со всем этим российским стадом, там, буквально с ножом в руках. Вот как бунт сибирячки. Вот там типичный режим московский именно. То есть насилие, религия, иерархия, вот это вот все. Причем, поскольку это девушки, то они там реагируют на это так же, в общем, по-женски. Сходят с ума, кричат. Женский коллектив такой ужасный, травят друг друга и все такое прочее. Все, истерика, короче, сплошная весь фильм. Ну, вот эта сибирская девушка с ними разбирается. Кстати, пока не досмотрел, но смотреть интересно. То есть, видимо, досмотрю я это до конца, в отличие от этих московских сериалов, которые я штук пять даже бросил на середине. Из образовательного смотрел «Фермерская кухня». Ну, там кулинарный этот самый набор, да, фильмов, кулинарные ролики. Там много с жирным мясом, невозможно это все сжать. Вот сладкого там мало, но много с жирным мясом. Выбрал что-то тут вот более-менее для блока такое нежирное. Вот, например, помидорки, короче, в них вырезают середину, перемешивают середину с яйцами, заливают яйца и вот жарят. То есть, получается, помидорки с яйцами и луком сыплют перед подачей. Вот это более-менее, мне кажется, диетическое, хотя растительное масло все равно есть. Ну, вот еще салат из томатов неплохой. Томаты, кинза, петрушка, сельдерей. Растираем, делаем заправку с маслом и лимонным соком. Я думаю, что можно просто заправку использовать. Готовые продаются. Режем помидоры, заливаем заправкой, покрываем укропом. По мне, по-моему, диетично. Там иногда слишком сложные еще рецепты. То есть, не только там вот это мясо жирное везде. Там еще сложно говорят, там долго готовить, демонстрируют. То есть, кулинарное искусство, такие я тоже не беру. То есть, сравнительно простые. Я, может быть, из этой фермерской кухни там треть где-то я вообще обрезал, потому что одна жирнятина. Какую-то часть посмотрел, и где-то там половина еще осталась. То есть, если там какие-то салатики будут более-менее нормальные, диетические, я, возможно, еще в блок их поставлю. Ну, вот, пожалуй, все. Спасибо.